Все те, кто пришел в благословенный храм Всевышнего, в мечеть, по зову веры, дабы найти у славы сердца и спокойствие души. Народу в мечети Накирова собралось столько, что здание с трудом вместило. Для начала Мулла рассказывает предысторию праздника. Согласно Корану, одному из пророков пришлось доказать свою верность Аллаху. Для этого нужно было принести своего сына в жертву. Пророк не ослушался, но Бог сделал так, чтобы нож не смог резать, а в качестве замены выдал ему барана. Поэтому праздник называют днем жертвоприношения. По традициям семья, которая может себе это позволить, режет овцу, треть мясо оставляют себе, остальное раздают родственникам и беднякам. Но, как правило, среди практикующих мусульман практикуется такое, что, как правило, раздают все. Берут и раздают нуждающимся людям. Помогают бедным. Это способствует тому, что народ сплачивается и укрепляется межконфессиональное отношение, дружба между народами. Кстати, при мечети Накирова работает точка общепита. Для поваров сегодня тоже день особый, праздничный. Поэтому они делятся своими рецептами. Например, в приготовлении курников главное – побольше мяса. Не употребляем свининое мясо, не употребляем маргарину. Мы пользуемся сливочным маслом, все у нас и тесто. У нас все халяльное. Надо чувствовать, любить надо тесто, чувствовать надо. Ну, желание, чтобы было обязательно. Если желания нет, то не получится. Халяльное мясо, то есть барана, можно было приобрести у входа в мечети. Продавцы говорят, сегодня в среднем каждый продал по 40 голов скота. В семье Юнусовых сегодня принесли в жертву четырех баранов. Хозяйка дома – таскира, говорит, так учили родители. На столе всегда блюда традиционной татарской кухни – суп, лапша, беляши, пироги, сладкое и чай. Из года в год мы собираемся на все праздники наши мусульманские чтить, чтобы всех своих, которых нет уже в живых. Это благодать. То, что сейчас за столом сидят три поколения – не случайность. Таковы традиции. С самого детства, уже с малых лет в мечеть. И сын, сейчас уже сына вожу. В семье Юнусовых уверены, соблюдать все религиозные правила – это большой и важный шаг. Но начинать нужно с меньшего. Таких встреч дома и уважения к старшим.